До приезда электриков служба безопасности энергопоставляющая компания обижает улицы поселка Спартак. В окрестностях Донецка все еще неспокойно. В сотнях метрах проходит линия фронта. Обстрел может начаться в любую минуту. Часто стреляют? Ну, довольно-таки да. Нарушение режима огня происходит довольно часто. И это несмотря на договоренности по линии ОБСЕ и Центр контроля и координации переговорных процессов. Кроме того, бойцы держат связь с военной разведкой. Там передают, что все спокойно, работать можно. Но даже такие меры не всегда гарантируют безопасность. С начала боевых действий ранения получил каждый третий сотрудник компании. Ну, несмотря на договоренности, бывают случаи, конечно, что ВСУ не соблюдают эти договоренности. Начинают обстрелы, после которых, естественно, приходится людей вывозить в зону обстрела. То есть, чтобы люди не пострадали, а стали все живы. В зоне активных боевых действий поселок Спартак оказался пять лет назад. Здесь по-прежнему нет электричества, газа, воды, не работают магазины и поликлиника. Это поселок Спартак, точнее, то, что от него осталось. Раньше здесь проживало около двух тысяч человек. Сейчас едва наберется четыре десятка жителей. Днем еще можно увидеть людей. Вот ночью, когда начинаются обстрелы, они опять прячутся в подвалах. С приходом к власти нового президента Украины обстрелы только участились. Местные жители нередко гибнут от пульс снайперов и прилета мин. Бригада электриков работает очень быстро. Нужно успеть до окончания режима тишины. А если успеете, тогда что-то делать? Ну, не успеваем, а мы бросаем. Или доделаем, когда можем. Вернуть поселок к мирной жизни власти ДНР решили с восстановления электроснабжения. Этого события люди ждали целых пять лет. Линию тянули аж из Донецка. Это чуть больше двух километров. Прокладывают новый кабель. Старый оказался непригоден. В нем мастера находят осколки и даже пули. Сейчас это единственный рабочий трансформатор на весь поселок. Ценное и очень дорогое оборудование на случай обстрелов обкладывают мешками с песком. Сверху установят железную сетку. Защита от боевых дронов украинской армии. Это была моя спальня. За домом Татьяны начинается взлетно-посадочная полоса бывшего Донецкого аэропорта. Никогда самая горячая точка Донбасса. Женщина до сих пор боится ходить вглубь огорода. Говорит, в земле есть неразорвавшиеся боеприпасы. Родители у меня похоронены, дочь, зять. Куда можно уехать со своей земли? Нет, я со своей земли никуда не уеду. Поэтому, ну, пять лет надежд. Я думаю, что должно быть все хорошо. Появление электричества, уверены местные жители, первый признак наступления долгожданного мира. По крайней мере, в это им очень хочется верить. Амар Магомедов, Рабадам Богомедов, телекомпания НТВ, Донецкая Народная Республика.